Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить квесты Дейдрических Принцев, сегодня у меня знаменательный день, 27.02.2016 на моем канале стало 9 сотен подписчиков. Сегодня у нас на очереди Сангвин. Дейдрический Принц, его сфера пирушки и радости различные, а также стремление к темным сторонам натуры человека, разврату и пьянству. День призыва этого принца, 16 день месяца восхода. Упоминается в книге об облививании и в книге Дейдра. Что ж, для того, чтобы начать квесты этого Дейдрического Принца, без сомнения самого веселого в Скайриме, нам нужно найти его в одной из больших таверни, одного из больших городов. У меня он сидит, как вы поняли, в смеющейся крысе. Он немножко поломал стул, но это не так важно. Он может сидеть и в горцующей кобыле, и в любом из больших городов, и у вас появится дополнительный квест «Перебить Сэма Говена». Соревнования! Кто перепьет! У тебя нет шансов! Ха! Это мы еще поглядим! У меня тут особая настойка! Очень крепкая пойла! Ну, сдрогнули! Ну, ладно. Ну, я начну. До дна! До дна! Твоя очередь! Ну, по одной! Одной меньше, дружище! Угу. Мне еще одну! Давай! Ты че, меня не уважаешь, что ли? Вторая пошла! Ага, все так говорят. Но мне что-то уже хватит, пожалуй. Давай еще по одной, и тогда твоя взяла. Еще давай! Все дарп... Нормаль, да! Ага! У тебя и вправду получилось! Посох твой! Твое здоровье! Слушай, с тобой пить одно удовольствие! Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко, там вино течет рекой! Надо пойти туда! Ну так веди! Что-то ты неважно выглядишь! Все в порядке! Ээээ... Ээээк! Просыпайся! Да-да! Пора вставать! Пьяное богохульное чудовище! Простите! Моя голова! Ага! У тебя болит голова, и ты даже не помнишь, где ты! Простите! Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться? Не говоря уже о несвязанных криках про свадьбу и козу! Свадьбу и козу? А это значит, что ты не помнишь своего пьяного угара и осквернения храма грудами мусора! Простите! Эй! Я немножко перебрал вчера. Со мной был человек по имени Сэм. Дебиллы учат нас любви и сочувствию. Но это не значит, что ты можешь так просто вызнать все, что тебе нужно, и уйти отсюда. Убери все, извинись, и если мы поверим в твою искренность, то поможем тебе. Может быть. Ты че? Я отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Прошу прощения, я ничего не помню. Ну, в твоем лице сюда ввалилось пьяное животное. В твоих бредних ничего не разобрать было, но что-то там было о Рорикстеде. Значит, мы отправимся в Рорикстед. Надо похмельнуться. В первую очередь, как алкоголик со стажем, я заявляю, надо похмельнуться. Хотя бы чем-то. Хотя бы чем-нибудь. Все. Благодарю вас. Простите за заставленное и неудобство. Какого черта меня вообще понесло? в Рорикстед. Мы же бухали солить люди. Да. Плохо быть старым, пьяным и больным. Мать твою. Валим отсюда. Уносим ноги. Ну его нахер. Я не в состоянии. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты же понимаешь меня. Это не надо. Вот это вот. Мы же с тобой одной крови, чувак. Не надо этого. Мы с тобой обязательно поговорим, но попиже. Давай, приятных тебе выходных. И. Значит, с Рорикстед. Хм. Свадьба и коза. Славный вчера день был это. И. Однозначно. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. По-любому. И. Ёпта. Ро вот и сам Рорикстед виднеется. Да уж. И погодка не к черту. Как же приятно-то, а? Холодные капли стекают по лбу. А, сейчас бы плюхнуться в какое-нибудь озеро. Я весьма уважаю школу восстановления. Скайриму нужны целители, как никогда. Я тоже её уважаю. Только больную голову... Эй, ты. Чё? Это сколько наглости надо иметь, чтобы снова заявиться в этот город? В смысле? И что? Какое твоё оправдание? Прошу прощения. Извинения не принимаются. Моя гляда теперь неизвестно где. Одинокая, напуганная. Как тебе совести-то хватило похитить её да продать великану? Звучит ужасно. А то. Никогда мне больше не видать такой козы-чемпионки, как Гледа. И не думай даже возвращаться в Рорикстед, пока не заберёшь её у великана. Слышишь, придурок? Мне нахер не всралась твоя коза. Рассказывай всё, и от тебя постигнет судьба козы. Ладно, ладно. Что я от тебя слышал, в основном был пьяный бред. Но вот есть ещё записка. Я разобрал только слова, когда расплачусь с Изольдой в Айтране. Изольда? Да. Больше ничего не знаю. Это торговка. Ладно. Ладно. Мы отправляемся в Айтран. Бодреньким козликом. Если мне не изменяет память, Изольда живёт где-то недалеко от таверны. Ой, что-то мне опять начинает болеть голова. Это досадно. Поэтому стоит подкрепиться. Изольда? Простите за вторжение. А вот и ты, наконец. Слушай, я, конечно, терпеливая, но за тобой должок. Не забывай. Ты-то о чём? Да что-то я немного... Ой, а что случилось? Помолвка сорвалась? Слушай, давай ты вернёшь мне кольцо, и мы забудем обо всём. Ну, мне прямо жаль. Я так ждала вашей свадьбы. По твоим словам, вы таких интересных гостей назвали. А что могло случиться с кольцом? Ну, оно же должно быть у твоей невесты. Неужто ты даже не помнишь, где она? И всё это после такой романтической истории о встрече в роще ведьмин туман? Ясное дело, что она тебя бросила. Романтика? О, я пойду, пожалуй. Ты весь здесь не рады. Да-да-да-да-да, я всё понял. Вроде это это место. И бейся на трёхфазном током. Возвращение, чтобы слиться с тобою в экстазе. Лебать, твою мать. Это сколько я вчера принял? Прости, пожалуйста. Я вообще-то хотел кольцо вернуть. Что-то тебе нужно для этой потаскухи с Мерельдой с тёмными перьями, да? Ты ей не достанешься. Ясно? Может, не надо? Простите, конечно, но... Чё-то, блядь, было такое. Я даже на память ничего брать не буду. Ёпта мать. Сэм, ну ты... Блядь... Ты отличный гуляка. И... Ой... Ладно, я думаю, стоит вернуться. Изи. Привет. Вот заработаю деньжат на торговле с коджитскими караванами. Получи колечко. Я в богам. Эм... Жаль, что у вас тоже ничего не вышло. Я знаю, как тебе хотелось на ней жениться. Блядь, ты её видела? Такая была бы красивая церемония в Морвенскаре. У тебя же там был волшебный посох, чтобы развлекать гостей, не так ли? Морвенскар. Теперь я понял, куда мне нужно идти. Крепость Морвенскар. Крепость, населённая магами. Почему именно туда? Да. Чёртов Сэм. Ладно. Думаю, что справлюсь. Хотелось бы в это верить. Голова немного прошла, но... Это всё равно ни черта не меняет. Я весь внимание. Что-то хрень. Вы чё, охуели, что ли? Дозорная стендара переодетая... Наоборот. Вампиры переодетые в дозорных стендара. Это великолепно. Я рад, что я вас тут встретил. Я уж протрезвел. Хереть можно. Ладно. Каких только придурков не встречишь на пути. Ой, господи. Я бы, конечно, с удовольствием вошёл по-тихому, но... Тут кто-нибудь есть? Да, конечно, есть, твою мать! Ты... Рука, блин, занемела, сука. Ах... Чёрт. Надо завязывать пить. А то реакция притупляется. Конечно, показалось. Япона, мать. Такое только казаться может. Да не, не было меня там. Не было никого. Парни, парни. Парни, спокойно. Не было тут никого. Да чё ты злой такой? Чё? Прекрати! Вот и молодец. Лах. Как, блядь, меня сюда занесло. Вот простой вопрос. Ты работаешь в кузне. А нахер магам работать в кузне? Вот мой простой вопрос. Нет? Ответа нет. С другой стороны. Значит, это будет мой выход. Ребята, вы тут тоже бухали? Или это... С прошлого моего визита? Да, я думаю, стоит идти просто по следу пустых бутылок. Япона, мать. Денюшки. Я привратник тени. Но я немножко пьян. Что это было? А, сука! Я осторожен по максимуму. Мо-мо. Мо-мо-мо. Япона, мать. Вот это славное местечко, конечно. Похоже на рай Манкара Камарана. А небо мутное. Как в звезде Азуры. Это план Дейдрического принца, не иначе. Но тут здорово. Тянет жареным мясом. Ого. Меня уже ждут. Сэм! Сэм! Ты здесь? А я уж думал, что ты сюда не доберешься. Ну и путешествие. Где мы? Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя была та еще ночка. Думаю, посох по праву твой. У меня с тобой все, что нужно для его починки. А, перья ворожей и прочее. Можешь их выкинуть. Понимаешь? Ну да. Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. И у тебя это прекрасно получилось. Я уж сотню лет так не развлекался. Да и я тоже. Кто ты? Я Сангвин. Доэдрический князь Разгула. Знаю, знаю, как я мог тебе наврать. Но я ведь не мог тебе доверять, пока мы вместе не выпили. Да все нормально. Но вскоре до меня дошло, что из тебя выйдет более интересный носитель моего не очень святого посоха, чем этот бездарный кусок мяса. Почему ты выбрал меня? Давай на чистоту, да? Я не всегда продумываю свои решения. Но ты, ты много путешествуешь. Может, чуть-чуть помощи от дядюшки Сангвина, и твой курс слегка изменится? А-а-а, спасибо. Да на здоровье. Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Мы оказываемся в той таверне, где впервые его и встретили. Мы получили посох под названием Роза Сангвина. Его зачарование призыв Дриморы на одну минуту. Прошли квест Незабываемая Ночка. Это был один из самых веселых дейдрических квестов, да и вообще самых веселых квестов в Скайриме. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Еще раз всех поздравляю, в том числе и себя, с тем, что на канале уже все-таки девять сотен людей. Эта цифра значит для меня довольно много, что, к примеру, очень и очень скоро мои подписчики будут исчисляться в тысячах. И это не может не радовать. Всем спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо, всем пока.